В человеке живет колокольчик, отзывается он изнутри, о далеком и ближнем хлопочет, и ему не нужны звонари. Зазвучит на призыв не однажды, если помощи ждет существо, но владеет им вовсе не каждый, и не каждый услышит его. Будь достоин таланта, он превыше наград, за бесплатно и ладно дан тебе наугад. Усмехайся над славой, улыбайся беде, как собор пятиглавый, не воспетый нигде. Да пребудет с тобою дымный берег труда, делай дело, какое полюбил навсегда. Из песни можно выкинуть слова. Да что слова и целые куплеты, но я-то слышал их тогда, сперва, в застолье том, в предчувствии победы. Мой день рождения, сорок пятый год, себя я только помнить начинаю. Год сорок пятый, ты начнешь отсчет всему, за что я лично отвечаю. Какие люди были за столом, какие песни пели эти люди. Звенели песни форточным стеклом, как ярость наших праведных орудий. Роскошные, в погонах золотых, пилоты, уцелевшие в сражениях, я с батиных колен глядел на них не то что с уважением, с наслаждением. Запомнилась так ясно и так чисто, и за Ампалиид с кулечком Монпасье, и за победу тост, и за отчизну, и тост еще, когда вставали все. Такая святость в душу мне вошла, такая сила наполняла душу, как будто я поклялся у стола, и клятвы той вовеки не нарушил. Ползет над тайгой пожарный дым, медленный, как печаль. Не знаю, что будет с народом моим, но мне его очень жаль. Жаль, что столько он принял бед, не толечко за себя, а многим еще и тепло, и свет отдал здоровье губя. Даже если ему ни к чему, эки чудной народ, никто не скажет спасибо ему, а скажут наоборот. Отцы нам хотели счастья скорей, открыли такую даль. Нам жаль сыновей и жаль дочерей, себя, как прежде, не жаль. Главное чувство Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтоб красивым был прожитый день, чтоб заснуть у хорошего чувства в плену, вспоминая хороших людей. Я гордиться хочу, я для этого рос и готовил себя для побед. Потому что изведал до счастья, до слез, выше славы Отечества нет. Как другие, не знаю, хочу одного. Те, кого полюбил за восход, за роскошное слово и за мастерство. Незнакомцы, други, вперед! Птиц летящих люблю над деревьями голыми. Только почки воскресли и гнезда видны, а в душе будто снова шагаем из школы мы по набухшей дороге просторной весны. Вот и первыми грозами небо разломлено, и холодные тучи над ними сошлись, и растерзано небо, разъято, размолнено, словно вся наша в будущем взрослая жизнь. И снится мне ночь грозовая, дорога, бурьянный восток, как будто к доске вызывают, меня вызывают врасплох. Я в жизни не помню такого, всегда я сухим выходил, а тут недостаточность слова и знаний и творческих сил, и ливень, и ночь грозовая, тропой, как по руслу реки, шагаю и даже не знаю, чем кончатся сон и стихи. Простясь с любимой, сделай ей добро. Такой подарок, чтобы не узнала, что это ты. Пусть светится пестро, пред нею мир, который был так мало и так недолго, словно школьный вальс, и чувство, что внезапно осенило. Простясь с любимой, сам прости хоть раз ее одну за все, что с вами было. Женщина уходит от поэта. Значит, ей совсем не до того. Значит, ей с рассвета до рассвета не нужна поэзия его. Он сумеет выжить и очнуться, и обиду не возьмет на щит. Но другое, радостное чувство, прошлая любовь ему горчит. Искренне, доверчиво, невольно, вечно ищет женщину поэт, словно никогда ему не больно, будто прозы не было и не было. Век. Собираются премьеры и на ротондах короли и обсуждают полумеры успокоения земли. И придает значение пресса сусальным их коммунике и величается прогрессом флажок к флажку, рука в руке. И осетра несут на блюде дипломатической игры. Но кровь течет, но гибнут люди, и все бессильны осетры. День промчался не возвратить, но и завтра не за горами. Если мы перестанем пить, перестанут закусывать нами, мы узнаем свои права, прочитаем стихи и прозу, просветлеет мозгов листва, сбереженные от мороза. Трудно станет нас обмануть. Подрастут смышленными дети. Так и будем линию гнуть, никого не боясь на свете. Пришла пора уже, видать, умом Россию понимать. И что-то делать для того, чтобы жить как человеке, не разбазаривать добро, что выдано навеки. Не разомкнется наша нить наследства дорогого. Но будем чуточку ценить в себе самом другого. Я эту истину не зря, опять твержу наивно, поскольку, честно говоря, мне стыдно и обидно за соколиную страну, за тех, что пали к грудью. И на войну свою вину мы сваливать не будем. Неважно, сколько прожил лет, за все года, что прожил, пришла пора держать ответ пред будущим и прошлом. Пришла пора, как дочь, как мать, умом Россию понимать. Летописец историю пишет. Далеко еще время несут. Летописец смирен, есть повыше, что в сказание правку внесут. О, могучее немногословие и потомки, от них не уйдешь. То, что стало когда-то историей, через век прочитают, как ложь. И пройдутся по горнице с веником и опять не учтут одного. Никому не прожить современникам и потомкам себя самого. Современники так недалеки, им своя справедливость нужна. Вырезают куски кинопленки и вычеркивают имена. На просторной, на свалке эпохи чей-то будущий вздох и восторг. И потомки такие пройдохи пробурят радиальность пластов. А не лазьте, кричат им, не лазьте. Мол, с такими поди, докажи, что лжедмитрии были у власти, а в истории не было лжи. О, как будут наивно смеяться, в позабытые лики плевать, двадцать первого века паяться, те, что станут копать и копать. Феликс Чуев Читал Макс Вэлл Феликс Чуев Читал Макс Вэлл Феликс Чуев Феликс Чуев Феликс Чуев